Это появляется в последнее время, конечно, почаще, до этого не примелькалось. Ну и сейчас CM, после, наверное, пупеевской CM, CM Secret, гораздо чаще стало появляться в общую мету. Ну, пул небольшой, я думаю, вы это заметили самостоятельно, но я еще озвучу. И хотя бы такие вот герои, как CM, тоже неплохо, если появляются у нас в кадре. Ну и по героям команды Fnatic, кто на ком будет играть. Муша будет играть на Blood Seeker. Вот так вот Seeker, скорее всего, в мидлейн у нас отправляется. А Кецакомба будет играть у нас на Crystal Maiden. Куху забирает себе Storm Spirit. Джонни на Bounty Hunter и Охайо будет играть на Undying. Да, Куху внизу уже на Storm Spirit, значит, его в мидлейн не касается. Мидлейн это Муши в составе Fnatic, бывшая Тималайзия. Поэтому Муши будет сражаться против Дэнди на паке. В принципе, у пака достаточно отдыхающая будет история здесь на мидлейне. Стоять против Blood Seeker несложно. Все эти Blood Ride и выйдить тоже совершенно не проблематично для пака. Да и что угодно для пака здесь и выйдить несложно. Единственная неприятность, это, наверное, Undying, от которого просто так не убежишь, который сразу тебе даггеры сбивает все своими зомбаками. Но, опять же, можно играть против Undying, а не самый страшный персонаж, если толпой навалиться. Так, если, конечно, забить на него, то его имбовость ощущается сразу же. Когда наплодилось этих мумий, ты не знаешь, куда от них бегать. Ну и все, фнатики забирают баунти-руну на топе, а нижняя руна отходит для Дэнди на мидлейн. Ну и по расстановке лайнов давайте все смотреть. Фаник вместе с Санейкой, скорее всего, вместе, да? Вместе с Санейкой, скорее всего, вместе. Точно вместе. Фаник и Санейка отправляются на нижний лайн. Фаник, я так понимаю, в общей комбинации с Рептайдом здесь видится команде Нави. Подъехали, шикнули спреем, вот этим, который из Наги, и развалили руками. В принципе, очень даже неплохо это будет смотреться. У Шторм Спирита, кстати, нет же сейчас никаких эскейпов до шестого левела. И по идее, Санейка вместе с Фаником должны его просто здесь унижать. Но это в теории. Как это будет на практике, узнаем чуть-чуть попозже. Хвост против Охайо. И с хвостом никто здесь из состава команды Нави не стоит. Джонни уже пришел напиливать хвоста. Ну и Джонни неприятный здесь будет для хвоста. В принципе, Разор без всяких там сентриков. Никто из саппортов рядом пока не стоял. Поэтому хвосту помощь, скорее всего, понадобится. Охайо отправили в соло на сложную линию. Не часто Андайенг у нас в соло отправляется. И у меня вопросы, почему, кстати. Потому что стоять Андайенгу несложно совершенно. Через Дикей делается это прям великолепно. Великолепно и линия, по сути, ну так плотненько гнобится. Сам по себе герой не может себе позволить что-то сделать. Ну и все, пошел Томп Стоун у нас от команды Фнатик. Хвост старается разбить тамбуну и просто гниет под этой тамбой. Никуда хвосту не деться здесь от этих мумий. В итоге ФБ, кстати, у нас не озвучили. А вот теперь пора бы уже и озвучить. Или нет? Да, Арт Стайл забрал Баунти Хантера. А первый фраг отлетел для команды Фнатик. Но погиб, по-моему, от крипов. Хвост, если я не ошибаюсь. Да, золото разделено. Хвост умер ни от кого из героев. Умер просто сам по себе. Ну и естественно от тамбы. Конечно же Фаник вкатывается вместе с Санейка по Таварику. Через Римнан, через Оверлод. Разбивает голову Фанику. А сам остается живой. И здесь бы кто-нибудь рядом был бы. Какой-нибудь Дэнди. Было бы просто великолепно. Но Дэнди напинали на Мид Лейне. Опять это Джонни. Неприятность ходячая. Баунти Хантер. Они все время доводят соперника. Причем команда Нави от Баунти Хантера наполучала еще на четвертом Интернешнл. Против команды Глауд Найн. Ну и здесь тоже Баунти Хантер уже сверх популярен. С ним надо как-то мириться. И против него лучше сразу обезопаситься. То есть в центре ворды должны стоять везде. На каждой линии. Ну поставил Сентрик у нас Артстайл. Так. В это время у нас Нага забирает СМ. Где это все было? Это было в лесу команды Нави. Фанник плюс Нага. От Санейка. Достаточно убойная комба. У Санейка есть Рептайд. Ну вы видели, да, уже, что Куху парень тут не из трусливых. Поэтому если надо файтиться где-то по таврам, Куху не прочь. В принципе. И это плоды свои приносит. Фанника развалил. При том, что вдвоем ворвались. И Айс Шард был проюзан. И Сноубол. И там Санейка через Рептайд продамажил. А Куху спокойненько на лоу ХП знает, как пользоваться своим Шторм Спиритом. И фраг забрал. Без смерти идет сам. Без крипов, правда. Дано и не умирает сам. Так, в это время Даззла разбирают у нас на топ-лейне. Опять под Том Стоуном. Где в это время Хвост? А Хвост вообще просто в ступоре. Хвост не может понять, что не так, почему, как так случилось. Ну вы понимаете, да, что такое под Тамбой постоять в колбе полторы секунды даже на первом левеле прокачки. А дальше простоять 3 секунды под Том Стоуном. Да это с ума просто сойти. И Хвост со своим Плазма Филдом становится бесполезным. От Мумии не избавиться. Бежишь ты еле-еле. Сзади бежит Undying и Дикей им тебя наваливает постоянно. Забирает всю ХПшку. Короче говоря, ситуация на легкой линии у команды Na'Vi очень неприятная. Артстайл пробежал. Получил у нас от Джонни. Джонни еще и под хостой. Артстайл так, сделал вид, что не заметил. Просто не буду на него реагировать, он уйдет. Не ведись на это, ему надоест. Я не думаю, что надоест здесь сильно издеваться Джонни над командой Na'Vi. Он постоянно будет на каждой из линий надоедливым парнем. Ну и здесь Том Сто на 5 под хвоста. И то, о чем я говорю. Хвост просто стоит в колбе, а Мумии толпой идут за ним. Идут и идут. И последний удар от ЦМки как раз-таки под окончание. Шалу Грейва от Дазла. Хвост отправляется в таверну. Счет 4-2. Вспомните прошлую игру. Na'Vi с этого счета и начинали. Где там Дэнди? Дэнди сейчас не на квапе, Дэнди на паке. А пак не настолько убийственен, насколько убийственен на квапа. Так, это время Куху у нас лоу хпшный. За ним побежали. Сетка на Куху. Куху должен умирать. И ремнант еще один. И Фаник как бы не отъехал здесь. Утуска, в принципе, на то, чтобы отпиться. Миллион всего есть. И Фаник, по идее, умирать здесь не должен. Все, Фаник практически фуловый. 450 голды поднимает Na'Vi за Куху. И 290 по экспириенсу. Дэнди против Муша. 14 на 0. У него 34 на 13 у Бладзикера. Дэнди. Дэнди, сделай что-нибудь. Так не может продолжаться вечно. Ну, проблемы у Дэнди уже есть на этой стадии игры. И надо хелпа 100%. Надо какой-нибудь дазл. Но опять же, Артсайл бросает Розора и уходит, если на мидлейн. Розора просто сразу сжирают. У Андайнга сейчас уже том, с том 3-го левела. Сейчас Дикей там побольше будет. А потом появится Флэш Голем. И Хвасту ничего хорошего не светит. Он 4-го левела против 5-го левела Андайн. Плюс здесь еще и Джуни 4-го левела. И ЦМ. Там от Кессика 4-го левела. И Хваст здесь, по-моему, сейчас останется. Нет, Хваст развернулся. Убежал. Не стали догонять Баунти Хантер. Плюс ЦМ его. Был бы рядом Ухайо с Тамбой. Проблемы были бы колоссальные. Так, на мидлейн вырывается команда Нави. Собирают Влад Секера. Ухайо приходит сюда. Тамбу не поднял. А, Тамбу подняла. Где же она? Где-где-где-где? Не вижу Тамбу. О, Том Стоун стоит. Фаник старается разбить Том Стоун. И Фаник не добьет. Скорее всего, Тамбой. Если и добьет, то должен умирать. Выживает пока что Фаник. Последний удар от ЦМ. Уже 2 киллаут. Кристал Мейден. Ну и погоня пошла за командой Нави. Пока что размен 2 в 1. Хваст прилетает на мидлейн. Исасывает демэдж из Джонни Санейка. В таверну. И Ухайо пошел дальше наваливать по хвосту. Под флеш големом. Я думаю, что он даже под тавер мог бы залезть. Хваст отбивается. Дэнди. Тоже потихонечку отъедается деревьями. В итоге размен. В пользу команды Фнатик. Они забирают трех героев. Теряют только одного. И 900 голды. 940 экспириенсов. Фнатика зверели после последнего матча. Но это и не удивительно. Фнатики не ожидали, наверное, что Нави так хорошо и стабильно продержится весь матч. Поняли, что самим надо поагрессивнее себя вести. Иначе дела плохи. Иначе можно и вторую катку слить. Муши перемещается на топ лейн. И сюда же перемещается еще и Дэнди. В мид лейн оставили хвосту. Хвост должен хотя бы шестой левел насобирать. Ну и сейчас будут на Дэнди теперь здесь издеваться. Слышу рапши уже здесь на кого-то. Это Санейка. Санейка не сна, не сетки. Санейка просто стоит и умирает. Представляю, какая это дизмораль на самом деле. Для команды Нави ты нихрена против этого Андайинга не можешь сделать. Почему его не банили, непонятно. Я так позволил себе наглость сказать, что не очень-то и имбовый. И можно против него сражаться. Скажите, пожалуйста, как сейчас сражаться против Андайинга седьмого левела. С четвертой там бой. Практически тут с готовой меккой. Будучи, например, паком без артефактов в принципе. Гримкоил здесь по двоим. Пошел Гладрайт уже от Слыши. Фаник очень вовремя пришел здесь. Все заяводили через Сноубол. Ловит у нас Кесик имба. Андайинг уходит. Ахайю не сливается. Но Нави забирают двух героев. Забрали мидлейнера. Забрали саппорта. Фаник ножками, ножками, ножками. Бежать, бежать, бежать. Как смешно бежит Тулс. Посмотрите на него. Просто булочную открыли. И пошел поесть Фаник. Все нормально. Двоих забрали игроки команды Нави. По идее, около тысячи здесь должны были поднять. На Джонни врыв пошел. Джонни выбегает из подвижена. И все. Команда Нави дальше слепает. Дальше файтиться не удается. 8-6 становится счет. По золоту. Ну, 500 заработали игроки команды Нави. По экспириенсу побольше. По экспириенсу почти тысячу Нави. Здесь отобрали у команды Фнатик. Ну и Нави. Не сильно проигрывают, конечно, по счету. Фраги, в общем-то, тут и не решают. Так, еще одна рапча, я слышу, от Бладсикера. Пошла у нас все это на мидлейне. Хвоста поймали. Хвоста стараются... Фаника, точнее, поймали. Фаника старается выкилить Артстайл здесь. Ну и Фаник у нас под рапча. Побежал у нас. Снежок прямо-таки в кесика. Кесик живой. А Фаник не очень. В итоге Том Стоун стоит. И подойти близко просто невозможно. Хвост подходит, старается продамажить. Не получается. Плазма Филд не достает. А Том Стоун самая неприятная вещь, наверное, сейчас для команды Нави. Разбивать его сил нет. Подходить близко тоже никаких сил. В итоге Нави теряют тавер на мидлейне. У Санейка есть сон. За донайд не получится. Тавер, тавер в итоге достается Бладсикеру. Счет 9-6. Ну и по голде Нави уже просели. Появляется Мека у Андайинга. Отлично. Такими темпами можно игру эту минуту за 20 слить. На самом деле очень хороший темп набирает команда Фнатики. Прыгает на Джонни Джонни под Дримкойлом. Ну и Моннингрейф тот Дэнди стал приговорным. С саппорта команды Фнатик. Баунти Хантер отправляется в тавер, но 9-7. Немного за него заработали, но это лучше, чем ничего. Куху на чужих крипов позарился. Что ж ты делаешь-то, Куху? Видит его хвост. Куху, в принципе, должен улетать отсюда, а Кесика должны забирать. Арт Стайл здесь. И у Арт Стайла Пойзентачи нет. Хвост. Еще один удар, и Кесик должен умирать. Уходит из Вижена Кесик. Мансит между кустами. Хвост. Он здесь, он здесь, он здесь. Плазма Фил тот хвоста. Разобрался. Ну, было бы забавно, кстати, если бы ЦМ-ка тут просто перестояла. Все это движуху есть уже у Дэнди Даггер. У Дэнди есть Даггер. У Блад Секера в это время появляется Мидас. И что-то у кого-то еще было полезное. Давайте вообще по артефактам пробежимся. Все-таки 12 минут сыграно. ПТ-шка есть у Таска. Есть у него Боттл. Есть у него Мэджик Вонт. У Санейка ничего интересного. В принципе, но дела лучше, чем я думал. Есть уже Аркан Бутсы. Есть Брасер и Стаут Шилд. 17 крипов где-то насобирал. И то неплохо. Так, замес пошел у нас с Дэнди тут. Файт и Дэнди остался в кустах. Дэнди делает Тэп Аут. Окей, у Дэнди есть Даггер. Есть Ну Талисман. Бутс оф Спид. Больше пока ничего. У Арт Стайла. Вообще ничего. Ну и Разор от Хвоста. Ой, аж слезы наворачиваются. ПТ-шку приобретает себе Разор. И есть у него Ринго Факвила. Все это на 12 минуте. Ну, на 12 минуте 38 крипов. И при этом... И при этом... И при этом две смерти есть у Хвоста. Понятное дело, что он по Нетворцу должен быть глубоко где-то. Так и есть. Хвост на шестом месте по Нетворцу. Первое место у Муши на Бладсикере. Так по артефактам, конечно, не скажешь, но... Мидас еще себя покажет. 4-700 у Охайо. У Охайо дела вообще круто идут. Мека есть. Аркан Бутсы есть. Мэджик Вонт. Что-то еще летит или нет? Нет, Охайо пока закупился в ноли. Как там ЦМка? У Кессика есть Транквил Бутсы. Брасер. Ничего интересного. У Баунти Хантера тоже, в принципе, нормальный. Закуп есть Транквил Бутсы. Есть Орпу в Вино. Ну и... Андаинга мы смотрели. Куху. Единственный, кого не глянули еще. Куху. Есть ПТшка. Есть Солринг. Нул Талисман. Боттл тоже для Куху имеется. Нави не так уж и сильно отстает по голде, на самом деле. Можно было и больше отстать. С другой стороны, не по фрагам. Практически догнали уже Фнатиков. Формят не так хорошо, потому что не дают им возможности. Но дерутся более-менее еще. Формят не так. Ну и пошло продолжение экшена, я так понимаю, от Охайо. Undying самый, наверное, неприятный на данный момент герой в составе команды Fnatic. Даже тот же Bloodseeker, он не так опасен, потому что у Муши, как таковых, артефактов на дамагу нет. Тут в Мидас потратился Муши, ну и Муши раскроется минут через 5-6, когда появится, наверное, я думаю, появится Сенжин Яша для Bloodseeker. Потом все остальное. На нижний лайм перемещается Муши, почему? Психанул, как-то пошел в собственный лес или пошел на лайнку, хулоу хпшный, где это все, это все на мидле и не случилось. Дэнди Дримкоил потратил, потратил Уолнин Рифт, потратил Иллюзори Уорп и не забрали к уху игроки команды Na'Vi. 3000 по голде Fnatic, по экспириенцию 2000 тоже для Fnatic. Ну и Fnatic подпушивают нижний лайн, вот зачем здесь нужен был Муши. Может, Белтов Стрэндж это 100% Саша будет, а после него, наверное, 100% Яша еще будет. Хотя, кстати, может и нет. Может, Bloodseeker у нас вообще пойдет в Silver Edge. Это достаточно популярный артефакт на данном герое, так что тут я зря предположения свои высказываю. Может быть, совсем не так. Либо Silver Edge, либо Сэнджин Яша посмотрим, что по данной ситуации поинтереснее. Все-таки Silver Edge классный в данном случае. Дэнди, если влетает и дает Сала, например, и Дримкоил, то можно спокойненько себе в инвизе погулять, переждать всю эту историю и потом Дэнди развалить. Наверное, неплохо было бы. Если так, то 2500 остается Bloodseeker до того, чтобы нафармить данный артефакт. А если Сэнджин Яша, то и того меньше. 700 голды всего лишь. У Куху уже есть поинт-бустер. 560 на руках за Митикс. А, нет-нет-нет. Все правильно, да. ПТ-шка есть у Куху. Немножко я перемудрил. Ну, в принципе, Bloodstone минут еще 5 мы, наверное, не увидим. Куху не особенно дает фармить, да и убивать он не стремится. 1-1 еще в Куху. При том, что есть 11-й левел, в принципе, экшен уже можно было бы и начать Куху, но как-то он больше по избиению крипов у нас тут преустрел. И Фаник врывается на Куху. Валрус панч под него. О, Шторм Спирит будет ли нападать на Фаника? Айшар тебе еще на дорожку. Если ты меня не бьешь, я тебя бью. Нормальная схема. И Куху уходит. Куда ему деваться? Он идет хилиться на базу, как я понимаю. В это время Баунти Хантер Джонни обходит спину команду Нави. Сейчас даст инфу. Пошел вардить, девардить. Заниматься полезными вещами. Артстайл прекрасно знает, что здесь есть вард, поэтому надо идти и девардить. Четыре тысячи по голде Фнатики по экспириенсу две с половиной. Джонни не попадает у нас под просветку Фаника. Была попытка от Тузка, по сути в соло он бы его разбирал. А вот теперь Джонни попадает под просветку. Загнали у нас Джонни. Пойзен тачит Артстайла. Не прокачен. Хвост здесь. Плазма Филдом вовремя подошел. Разваливают. В итоге саппорта команды Фнатик. Счет становится 9-9. Нави догоняют своих оппонентов. Ну и отобрали по золоту. Здесь 550 по экспириенсу 620. У хвоста рецепт на хедрес появляется. Как здорово-то на 17-й минуте 50-й секунде. Рецепт на хедреску есть у хвоста. Баклер уже готов. Да, это уже получше, конечно, ситуация. И целая мека для хвоста. Все. Я уже испугался. Думал, что под на хедрес только на 18-й минуте. Нет, у хвоста готовая мека. Так что не все так критично. Он пятое место по нотворцу занимает. Четвертое место Дэнди. И сверху 3 героя сразу от команды Фнатик. Шторм Спирит. Охайо. На Андайенге и Муши. На Абладсекере. Все-таки Саша Яша для Муши будет появляться. Немножко совсем осталось до фарма этого артефакта. Ну и Нави. Как там Дэнди поживает? Меня интересует этот вопрос. У Дэнди уже ПТ-шка появилась после даггера. И 1200 на руках для пака. Будет ли здесь Аганим, интересно? Наверное, неплохо было бы заиметь Аганим. А с другой стороны... Нави в одной точке драться вряд ли будут. Нави сами будут разбегаться и ловить кого-то в Дрим Койл. Так, чтобы они долго стояли. Смысла нет. Моннингрифт пройдет через 3 секунды. И сразу же после этого Аганим поставит Тамбул. И всем придется либо бить Тамбул, либо расходиться и отбегать подальше от этой Тамбул. Ну и просто моментально сжирают Дэнди. В Иллюзоре Орб Дэнди. Дрим Койл по нему пытается подступить своих оппонентов. Мумии за Дэнди. Дэнди старается уйти в фейсшифт. Рапчи висит на нем. Ну и что делает Дэнди? Дэнди будет делать тэп-аут. Не успевает. Ох, Хайо. Какая музыка напряженная. Вы видели? Что этот Bloodseeker творит. Дико напряженная музыка. Тут Дота, кстати, и Valve постарались по вопросу музыкального сопровождения. С обновлением последним. Круто. 10-9 становится счет. За Дэнди поимели 500 голды. И по экспириенсу тоже 600. Команда Na'Vi потеряла. Врыв пошел от Фаника. Раздавило здесь Охайо. Баунти Хантер. Просто чистейший фидер. Айшат через 3 секунды. Но Охайо отсюда уйдет. У него 1200 хп. У него есть Глимер Кейп. У него Медальонов Кураж практически готов. Есть также Мека для Охайо. Но он тут по фарму молодцом вообще. Проигрывает Муша. Но он участвует в жизни команды. Муша вообще тут какой-то очепенец. 1-2-4 счет. И то случайно эти 4 ассиста. Охайо 5 кило в 4 ассиста. Молодцом. Успевает еще и подфармить. А Муша просто фармит, 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 фармит. 10-10 счет. Нави выходят на нижний лайн. Готовы файтиться. Фаник видит Муша. Айшат по-немудрим. Койло Дэнди сразу по-двоим. Кесика надо сбривать. Муша тоже у нас под Сайленсом. Охайо ставит Тамбус. Он пошел от Наги. Вот зачем нужна была Нага. Разбили Томб Стоун. А теперь можно разбить всех. Курьера убили. Курьера никто не может контролить. Все спят. У кого ничего не получается. Нави будут делать минус 3 в этом файте. Это слишком дорогие минус 3. Я думаю, чтобы быть правдой. Куху пытается поймать. Булайтинг от него. Ну и уходит отсюда Куху. Нави должны переключаться на Тавр. А потом посмотрим, что с графиками будет происходить. 1400 по голде за 2 последних килла. Плюс несенный Тавр. И это уже гораздо лучше дела. Гораздо лучше. Нави здесь отыгрывает, я думаю, минимум половину своего отставания. Куху отправляется на Мидлейн. У него есть Бладстоун. И практически готовы деньги на Солл Бустер. Купить-то нельзя. Курьер-то мертв. В файте Курьер остался. Так, смотрите, сколько денег капнуло. 3 килла. Тавр забрали. При этом еще и Курьера хлопнули. И если бы еще и Роха там упал для Нави, тут деньги просто рекой бы из всех абсолютно источников могли бы палиться. Ну и посмотрим. Нави вышли в плюс по фрагам. И давайте смотреть графики. О-о-о-о. Вот это да. За последние 2 минуты. С 4000 преимущества Фнатика. В 1200 отставания. Просто 5к отыгрывает команда Нави на 22-й минуте. И дальше пошли разносить Охайо. Ну что ты будешь... Джонни точнее. Ну тут, конечно, Нави перевернули с ног на голову игру. Хвост уже даже. Незадачливый фармила Хвост. Четверочка. Но выходит на третье место. Дэнди, конечно, далековато у нас по вопросам фарма. Но появляется Алтимейтор. Будет, скорее всего, собирать себе Хекс Дэнди. Какая-то степень контроля над тем же Андайингом. Потому что очень жирный он. И сильно бьет. И круто хилит. Андайинга действительно надо чем-то дизейблить. Станов у команды Нави, конечно же, нет. И быть не может. И зачем они нужны? Нага от Санейка собрала Сакрет Релик. Ребята. Это как называется? Нага от Санейка собрала Сакрет Релик. И у него 1100 на руках есть. Простите, это Нага Саппорт. 23-я минута. Нага Керри не всегда к 23-й минуте собирает Радиан. В чем дело? Верни все, как было, Санейка. Неломаемое представление о Доте. Это Нага Саппорт. Еще раз повторяю. Офигеть просто. Вот это Санейка тут подпреуспел. Жжет, малой. Круто вообще. Санейка сейчас будет с Радиком. Все, тут осталось сколько? 10 копеек до Радианца. И теперь это Нага Саппорт, которая план... Вообще не была планом Б. Я даже не представлял, что это будет план Б. Ох, удивятся от Наги. Ох, удивятся. Дэнди, Дрим Койл. Дэнди сливается. Ну, Дэнди сливается, Нага фармирует. В итоге у команды Нави будет Санейка, который превратится в Мега Керри. Я так понимаю, все, есть Радианц. На 24-й минуте у Саппорт Наги есть Радианц после Аркан Бутсов, после Брасера. И это означает что? Означает, что Нага теперь превратится в машину для убийства. И все остальные, кто фармил, кто там старался, кто там держался на уровне, Разоры, это все вспомогательный материал. Теперь Санейка будет Мейн Керри, и он будет убивать людей. Когда такое еще было в составе Нави, чтобы... Это Арт Стайл мог бы, мне казалось бы. Но Арт Стайл здесь хилит. Теперь Санейка. Санейка сфоткай, типа, сфоткай и Арт Стайл. Теперь Санейка будет у нас суперубийцей. А он не знает, что делать, он в растерянности. Как, ребят, у меня Радианц, куда жать? Как он работает? Как его включать? Что делать? Ну и посмотрим на микроконтроль от Санейка. Иллюзии уже пошли. У Фанника появляется Дезолятор. Все это после Даггера. Ну, команда Нави здесь игру перевернуть должна, я думаю, в 20-ку, в 30-ку на самом деле. Потому что сейчас пойдет нормальный фарм, нормальный пуш. У той же Наги, у Фаника дела уже превосходно идут. Ну и Денди выйдет на нормальный уровень и там начнется. Ну все, я теперь, не знаю, Райт Клик на иллюзии Санейка в топе у меня по вниманию. Денди, Дрим Койл по Куху и по Джонни. Том Стоун пошел от Охая. Зачем от кого? От Фаника. Приходит сюда Нага. Сон пошел, Тамбу разбили. Или не разбили, еще надо разбивать, просто уходить. Просто уходить собралась команда Нави. Ну и Денди у нас с Иллюзорио Арбом с Моннинглифтом, но Дрим Койла нет. Ну и Денди уходит на хайграунд. Хвостал ловят. Куху не может отпустить хвоста. Он слишком важен для команды Фнатик. Минус 2 в итоге делает Фнатик. Ну и Санейка отправил Иллюзию уже фармить. Кстати, все, движение пошло в сторону команды Фнатик. Крипы поползли туда. Ну и Фнатики вынуждены отойти, хотя Т2 забрали. По голде они преуспели в данном случае. Тут с полутора тысяч отставания до полутора тысяч преимущества. И по Эксперенсу тоже с полутора отставания до тысячи преимущества. Ну Санейка, ну пес. Тысяча триста уже на руках у Наги. Сто двадцать три крипа. Где Иллюзии пока не вижу. Сейчас будут Иллюзии. Я уверен, что здесь сборка будет классическая и стандартная. Манта Стайлы. Тараски. Ну все по классике. Думать в принципе и нечего. Иллюзии выфармливают Лайны. Сам Санейка выфармливает Лиса. И смотрим на его Нетворс. Давайте с того момента. Запомним. Девять восемьсот. Он уже на третьем месте. Он уже хвоста отправил вниз поиграться в песочницу. И сам пошел со взрослыми дядями разговаривать. Девять девятьсот. Даже десять тысяч. У Санейка деньги потекли. Сейчас Муши просто охренеет скуху. Что происходит с Санейкой. И как это вообще могло быть. Как мы упустили этот момент. А правда как мы упустили этот момент. У него девяносто крипов. Но это не Радиант совершенно. У него появляется Бутсов Тревел. Все. Санейка теперь здесь король доты. Разобрал тапки. Энерджи Бустер себе купил. Продавать не продавать. Тут такое. Посмотрим. И никуда. Да. В принципе. Солл Бустер. Что здесь может быть. Бладстоун. Актерин Корр. Из этого Энерджи Бустера купить. Да просто продать его. Чертям собачьим. И не нужно. Или купить себе. Еще и Аркан Бутсы. В пачке с Бутсов Тревел. В Молочако конечно. Гем приобретает. Забирает у Арт Стайла. Нага. Теперь кстати с Радиантом. С нормальным запаком Наги. Файты будут гораздо интереснее. Всех отправить в сон. Залететь. Расплодиться. Этим Манта Стайлом. Потом. После того как проснется. Команда Фнатик. Ничего хорошего точно не ждет. В принципе. Я так подумал что. КД скиллов было бы вообще неплохо. Заиметь. Санейка. Я думаю вы понимаете о чем я. Время перезарядки уменьшается на четверть. Поэтому. Иллюзии будут гораздо чаще. Сейчас 40 секунд кулдаун. Ну а будет 30 секунд кулдаун. Все же хорошо. 1100 на руках есть у. Саппорта. Команды Нави. И он по прежнему держится на третьем месте. Но Санейка я вижу не очень разобрался. Что с иллюзиями тут творить. Понятное дело что у него скилл большой. И контроль. И все остальное. Но пока не так ведет себя как ведут. Обычные керри. Когда забирают себе нагу. Тут всякие там. Артизи уже бы разослали. Иллюзии в самые самые. Дальние места. Но Санейка так. Не очень умело их отправляет. Мне так кажется. Пошел в риф у нас на Фанека. Ну и в сале у нас. Фанек даже нет вариантов у него для эскейпа. Никуда не уйти. Никаких сноуболов. Ничего не провязать. Фанек погибает. Как бы Санейка не подслил эту игру на самом деле. Потому что саппортить то он все. Он закончил. Он не саппортит. Он теперь забирает фарм. Отчасти. Нага конечно вариант практически беспроигрышный. Если все хорошо. Но посмотрим. В любом случае это очень интересное развитие событий. Ну и Хвост отправляется в лес. В это время Т2. Команда Нави падает на мидлейне. Делать нечего. Надо фармить. Других вариантов нет. У Пака. Как были дела. Пять минут назад. Так у Дэнди и остались. Новых артефактов не появилось. Санейка. Усыпил здесь Куху. Что одного Куху? Ну сало. Главное по таймингу дать Дэнди. Да. Дэнди дает вонин рифт на Куху. Куху должны забрать. Врезается в него фаник. И Рингспри уже от Санейка. Саппорт пошел отжигать. Кака? Две шестьсот на руках у Наги Сайрена. На тысячу отстает от Куху. И на две тысячи отстает от Бладсикера. И опережает на... На сколько? На тысячу восемьсот опережает Хвоста. И на... Три тысячи опережает Дэнди Санейка. Классно. 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 Ну, по голде. Фнатики все равно в плюсе четыре тысячи. По экспириенсу четыре с копейками тоже. Ой, три точнее с половиной. В пользу команды Фнатик. Ну и начинаю давить на руху игроки команды Фнатик. И не зайти сюда в принципе на Ви. Никаким образом. Появляется уже Солбустер. У Санейка будет готовиться к покупке Актеринкора. С таким фармом не так долго. В общем-то Наги надо до Актеринкора. Вещь нормальная. В общем-то по скиллам все хорошо будет. Сколько здесь Сон? 40 секунд будет КД. 30 секунд у Иллюзий будет. У Рептайда. Сколько здесь? 7 с половиной будет. А здесь на сетке 9 секунд. Ну, в принципе КД поинтереснее всего будет. У Наги вещь полезная. Тем более много маны, которая нафиг не нужна. Ну, с монопулом таким, наверное, мана и не лишняя будет. 100 иллюзий, 110 рептайды. Если часто их давать, можно и без маны в принципе оставить. Скиллы-то не дешевые у Наги по количеству маны требуемой. Ну и Нави отжимают немножко по денежкам. 4 тысячи проигрывали, с лишним теперь чуть менее трех уступают своим оппонентам. По экспириенсу, правда, Фнатики все-таки впереди. Экспу Санейка не получает, поэтому не удивляйтесь. Экспу получает команда Фнатик, потому что они руками все бьют. А Санейка радианцем и Иллюзиями пушат. Поэтому деньги льются, а экспириенс мимо Санейка проходит. У него по крипам, 212 уже у Санейка, 230 у Куху на Шторм Спирити и 228 у Муши. Сейчас, в принципе, Муши уже где-то позади будет по крипстату. Так же, как и Куху, пару-тройку минут. Я думаю, что Санейка должен забрать побольше крипов. 2200 уже на руках у него. 2300, 2350. Деньги рекой льются для Наги. Это стандартная схема. А Нага здесь еще вот пачку не дозабрала. Но это крипы уже разберутся. 200 копеек просто улизнулось сейчас у Санейка. От Санейка... 2500 есть у него. 2700 есть у него, да. Остановись ты. Хекс появляется у Пака. Наконец-то есть Хекс. Сейчас будет Актерин Корр для Санейка. Гвардиан Гривз появляется у Андайинга. Хайо также имеет себе Глимеркейп. Есть у него Солар Крест. Ну и здесь у Наги уже есть деньги на Актерин Корр. Просто надо принести. Неси. Нет. Да, нет. На байбэк, видимо, оставляет Санейка. Актерин Корр действительно здесь не самый важный артефакт. А взять и отдать в сторону это было бы не очень хорошо. Иллюзии уже надо отправлять Санейка. Где они? Иллюзии не пушат вроде бы. Они просто в КД у Санейка. Ну и что? Начинается пуш от команды Фнатик. Понемножку, по чуть-чуть подпушивают. Здесь иллюзиями старается Санейка. Вбрасываться. Куху могут и поймать. Куху у нас под ультой Дазла. Все, ульта Дазла закончилась. И под Солар Крестом теперь Куху. У него есть Бладстоун, у него есть Оркид, у него есть Пауэр Трэдс. Заходите. Заходите, чего ждать-то? Куху тот сам, типа Нага, понаставил своих венантов, чтобы Крифы тут без ничего умирали. Молодцом. А где иллюзии Наги в это время? Санейка, работай над этим. Санейка сам отправился у нас фармить. Иллюзии его не вижу. Иллюзии вот одна внизу. Иллюзия пошла наваливать Крипам. Крипы сыпятся. Все это для Санейка. Нага уже должна лететь сюда. Санейка ТП сразу же. ТП на нижний лайн. Будет файт. Будет ли Сон здесь? Не надо. Сон, в принципе, у одного это вообще не обязательно. Нет, все-таки Сон юзает Санейка. Отменяет Сон. Куху. Поймали. Воннингрифт на него. Куху улетает. Лоу-хпшный Куху. Как далеко он летит. Гвардиангрифт на него. Огромное количество регена. В итоге команда Нави никого не забрала. Зря прилетал, что ли я. Шторм Спирит улетает на базу и хилится. Команда Нави никого не забрала. А нет, забрала Шторм Спирита. А как это получилось? Там... Все, я понял. Там был Аганим у Шторма. Ой, Аганим. Аэгису Шторма. 4 тысячи по голде Фнатики все равно. И по экспириенсу Фнатики продолжают расти. 6 или даже 7 тысяч для них. Актерин Кор появляется у Наги. 1200 сверху еще для Санейка. Ну и давайте по артефактам пробежимся. Модный переговор. Дизолятор есть у Тузка. Есть Пауэр Трэдс. Есть Медальон. Есть Блинк Даггер. У Наги. У Наги Маки. У Актерин Кор есть... У Актерин Кор. Актерин Кор есть и Родианс. У Наги есть также Бутс оф Тревел и Брасер. У Пака у Дэнди есть уже Сайд Твайс, Принг Даггер, Нул Талисман, Мэджик Уонт и ПТшка. В принципе, Пак не такой уж и бомжара. Могло быть и похуже, судя по тому, как дела развивались Минуты до 25-й у Дэнди. Хвост. Кирасу собирается. Хвост как-то психанул немножко. Я смотрю, прожал Eye of the Storm на ровном месте. Бывает и такое. Есть Плейт Мэйл у Хвоста. Есть деньги на Хипперстоун. Осталось 2000 до появления Кирасы. Ну и Арт Стайл. Себя хотя бы подсейвить. Геосептор собрал. Собрал Букс оф Спид. Ни у кого, по-моему, нет Глимер Кейпа, если не ошибаюсь. Нет, ни у кого нет Глимер Кейпа в составе команды Na'Vi. Фаник сам для себя. Супердамагу решил наносить в одну цель единственную. В пенде вроде как для команды. Нага вряд ли для команды, больше для себя. Ну и Даззл тоже для себя. Ну и Хвост тоже тут, в общем-то, для команды собирается. По составе команды Fnatic тут больше. Как-то на всех рассчитывает Undying. Есть Глимер Кейп, есть Солар Крест, есть Гвардиан Гривз. Баунти Хантер без ничего. Я думаю, что неплохо бы здесь какой-нибудь Владмир подсобрать, раз всей толпой идут драться. Или Пайп, например. Есть у Куху уже Гладстоун, после Гладстоуна Плейт Мэйл. В Шиву собирается Куху. У Кристалл Мейден. Вот Кейси Камба. Есть Форстаф, есть Ранквил Бутсы, Гем и Брасер. 680 на руках. И Муши, покажись-ка. Есть Манкин Бар, БКБшка, Сэнжин Яша. Пауэр Трэдс. Муши, по-моему, на первом месте по Нетворсу. Так и есть. 19,5 для него. 17,700 для Куху. И посмотрите, кто на пятки ему наступает. Санейка у нас в Сайленсе. Куху на Санейка. Санейка погибает. Куху против двоих. И ни хрена ему не могут сделать. Ничего не могут сделать Санейка. Фаник у нас. Старается в сноуболе что-то пережить. Покатиться за Куху или нет. Фаник, где ты? Фаник старается убежать. Рапша на него. Ну и плюс Кейси Кэмба. Минус 2 делает команда. Фнатик. Ну, музыка здесь не зря напряженная. Совсем не зря. Ну и Дэнди уходит как можно дальше. Иллюзориор под Дэнди в кусты. А ТПшки нет. Дэнди надо по кустам. Будет даггерами. Еще какой-нибудь ерундой перемещаться. Пак, беги. Появились. Если на карте игроки команды Нави. Надо... Команды Фнатик. Надо Пак убежать. Все. Пак побежал пешком. Пешком, пешком, пешком. Понял, где находятся его соперники. Фнатики начинают пушить. Они поняли, что затягивать против Наги. Никакого смысла нет. Поэтому начинают переходить в активную фазу своей игры. 8 секунд. 7 секунд. 5 секунд до появления Санейка. Кто бы вообще подумал, да, что придется Санейка. 5 секунд до появления Санейка. Сейчас он вернется и все поменяется. Он Супер Саппорт. Он Супер Саппорт с Нетворцом. 17500. При Мейн Керрис с Нетворцом. 13800. Он действительно Супер Саппорт. Ну, действительно, на него основная надежда. Наги на Даманто Стайл тут давным-давно. Причем 40 минут уже сыграно. И это же надо Акта Ринкор собирать. Только потому, что у тебя есть Energy Booster за 900 копеек. Надо для этого, чтобы он так не пропадал. Чтобы, если я его продам 450 копеек, в пустоту не уходило. Давайте купим Акта Ринкор, который стоит 5900. Да, один из самых дорогих артефактов вообще в доте. Врывается у нас Санейка и вся команда Нави на Ку-Ку. Ку-Ку пытаются разбить. Ку-Ку у нас БКБ. Дэнди лоу-хпшный. Дэнди подшел у Грей Вомса. Он пошел от Санейка. Тамбу разбили. Джонни надо ловить. И Джонни лоу-хпшный. Джонни Исаев сам. Здесь может сгнить. Да, Джонни у нас разваливается. Под Бладрайдом все. Сразу Кесси Кемба. Вот это ульта. Фризинг Филд минус 2 делает. В этом файте остальных руками запинали. Арт Стайла ловят. Минус Арт Стайл. И Дэнди просто отсюда ушел. Затаилась окурочка в лесу. Просто среди елок ЦМ-ка. Стояла, кастовала Фризинг Филд. И там так всех разнесло, что это просто жесть какая-то. 20-17 по голде. Нави проиграли минимум. Только потому, что 2 байбэка пришлось сделать команде Фнати. И по сути подрались 4 в 2. Не так уж и плохо. На самом деле могло быть хуже. Выкупается Нага. Выкупается у нас Туск. У Разора байбэк есть, по-моему. Но он тратить его не будет. Потому, что это его деньги. И он собирается их тратить на команду. Правильно. Это очень хорошо. 2 чувака байбэкнулось. 3-й не будет байбэкаться. Представляете, теперь развалы там сейчас. Просто я понимаю, что он не байбэкается. Потому, что, ну, как бы, может, не успею. Плюс Кираса где-то там на... И они говорят, ну, Саша, Александр, Санек, мы байбэкнулись. Надо... Давай ты с нами. Ну, как-то мы деньги потратили, чтобы на Роху пойти. А не просто в лесу пофармить крипов. Он говорит, да, пацаны, как-то не хочу. Не хочется мне. Давайте. Ну, в пень того Рошана. В итоге, давайте побайбэкнулось. И все это в пустоту полнейшую. Ладно, ладно, ладно. Бывает. Кто-то про внутреннюю атмосферу что-то спрашивал как-то в чате. Интересно, какова она? Не знаю, какова она была до этого. Сейчас у меня... У меня был... Бомбануло жестко, да? И сейчас бомбануло нормально. Бранденбург. Случился. Он Актерин Корс собирает, чтобы чаще сон давать. Я понимаю это прекрасно. Вы же не подумайте, что я посчитал, что Санейка просто из-за того, чтобы не потратить 450 копеек, собрал себе артефакт за 5900. Понятно, что здесь кд скиллов хорошие, плюс маги достаточно дорогие с пылы, как для ее монопул. А здесь монопул повысился на... Ну, где-то на 700 для Санейка. Поэтому он и собрал Актерин Корс, это ясно. Это ясно. Не надо меня клиническим дебилом вообще считать, так что... Все здесь было изначально понятно. У Наги появляется уже Ultimate Warp. И совсем немножко до Манта Стайла остается Санейка. Яша есть, Ultimate Warp есть. ХП, конечно, не достает Наги, это видно. Ее убивают, а такого быть не должно. Но у Наги большое количество дефа встроенного. Нормальное количество ловкости. С левелом прирост тоже достаточно уверенный. Вот. Но без Тараски она такая немного-немного-немного слабовата. В замес. Тем более здесь ДДшники хорошие. Blood Seeker нормальный дэмэдж уже имеет почти по 300. Это есть Storm Spirit, который Overload каждую миллисекунду запускает по 90 в тебя. Поэтому Наги, конечно, комплектоваться надо в классическую. Сборку Манта Стайл и сюда Тараску, например, в Наги было бы неплохо. А вместо этого собрать... Ну, Diffusal Blade был бы, мне кажется, очень даже кстати. Деньги все равно у Наги будут литься. Там, если нормально игра затянется, я думаю, и Муншарды поест у нас Санэйка. Прямо почувствует себя настоящим серьезным керрием на 60-минутной катке. Врыв от Куху на хайграунд. Забирает у нас один из бараков Куху у нас в роли свиньи. Ну и хвост немножко подстелил. 84 дэмэджа. Guardian Griff сразу же от команды Fnatic. Они вообще не дают шанса в команде Na'Vi хотя бы кого-то здесь зацепить. Все фуловые, так чтобы глаза разбегались. Кстати, я заметил, когда кто-то хотя бы лоу-хпшный, даже при том, что он жестче всех остальных, но не лоу-хпшный, а просто у него сбитая какая-то часть хеллспоинтов, сразу на него начинают агрессивно выходить соперники. Сразу же. Даже если это какой-нибудь Кентавр, у которого там, или не Пуча, а, ну, Рейс Кинку, у которого миллион дефа с керасой, у которого 4000 хп, но у него нету 30%. Все его бьют, несмотря на то, что рядом фуловая ЦМка, например, на 1000 голды стоит. Все его сразу бьют. Ну, это в организационном моменте даже получше. Сразу у всех, как на красную тряпку, глаза загорелись, побежали бить одного конкретно. Когда вся команда лупит одного, это очень важно. Я думаю, те, кто играли в ММО, РПГ, я прекрасно понимаю, что одна цель всегда лучше, чем несколько целей. Убили одного, убили следующего, убили трех остальных. Здесь фнатики и такой возможности не дают Нави зацепиться за что-то. Сразу же отхил идет, чтобы все были в бой фуловые. У Наги 2200 по голде. Санейка пока ничего себе не покупал, но, я думаю, ждет своих 3000 до Ривера. А если вы не обращали внимания, я вам открою небольшую тайну последнего обновления. Он, правда, стоит 3000. Не я придумал, 3000. Правда, вот этот 1400 теперь стоит. То есть цена Тараски сохранилась та же, но 3000 стоит Ривера. Ну, иллюзии Наги уже пошли. Куху будет воевать против них. И может, и Охайо да все тут запиливают в Нагу все, что только могут. А, просто отвел Санейка. Отвел иллюзию, увел крипов. Заберет эту пачку? Забирает через Рептайт. Умеет играть. Красавчик, а? 20-17 счет. По золоту Нави проигрывают 11 тысяч. По экспириенсу двадцатка. И продолжается осада. Хэкграунда команды Нави. Мне уже, кстати, настолько мета это приелось. Я уже слышу, как орет Квапа. Слышу Соник Вейв. У меня уже в голове где-то вопли эти раздаются. Странно, кстати, первая игра без Квапыку. Но, по-моему, она в бане была, если не ошибаюсь. По нетворцу. Санейка продолжает наступать на пятки команде Фнатик. Но теперь он уже Муши догнал. Потому что Муши на второе место спустился к Уху на первой позиции. Шесть тысяч на руках у Шторм Спирита. Зачем это? Это во что вкладываться будет? В принципе, это хиксы нет у команды Фнатик. Еще одна степень контроля. С Нагой, например, разбираться. Есть уже Дефюжил Блейд для Нага Сайвен. Тут тупить нет смысла. И, например, какие-нибудь Рики или как Фантом Лансеры собирать поэтапно себе Дефюжил Блейд. Я думаю, сразу есть смысл пробустить его до второго левела. И просто, чтобы Нага била сильнее. Не столько он нужен благодаря Пьердж, сколько для дополнительной дамаги. Ну и, естественно, Моноберн, который вообще мастхэв против таких неприятных ребят, как Шторм Спирит, против того же Бладсикера. Его надо оставлять без маны. 250 вообще может не дать, например. Ну или Бладрайт за сотку тоже может не дать. Вещь не бесполезная совершенно. Дэнди, 2800 на руках. Хекс есть. Геосептер есть. Есть вариант, я думаю, даже Геосептер превратить потом в Этериал Блейд. Куху четверть хп потерял. Будет ли Гвардиан Гриф сразу же? Уже был. Уже был. Иллюзии в это время пушат. Вот она. Нага моей мечты. Так и правда бежит, смотрите, рыба. Еще 6 секунд будет действовать. Можно эту пачку подпилить очень плотно. Да, под хайграунд уже крипы. Команды Нави подходят. Вот две машинки приехало. Какое-то время будут пилить спокойненько себе таборы. Уже вынуждены перетягиваться игроки и команды Фнатик. Нагу до фидели. Две 700 на руках у Наги. А где ты взяла их? Я вообще не понимаю, где Ценейка берет деньги. Ну там говорили, он в соло стоял на линии. Ну и хорошо, и я в соло стою на линии. Откуда на Наге саппорте деньги на радианс на 22-й минуте? Это при наличии Аркан Буцов, при наличии Брасера, там, Стаут Шилд даже тот же. И Виллин Блейд там был. Ну, круть, конечно, круть. Просто дизмораль для всех лоу-скилловых игроков. Фнатике 25 тысяч по экспириенсу. По голде 11 тысяч. А у Нави есть саппорт Нага, которая с Аннейка. Которая имеет Нетворс 25 600. И отстудает от топ Нетворса на карте на полторы тысячи. И это до поры до времени. Я почти уверен, Нага эту катку должна вытащить. Если сильно не загнобят Нагу, если в семером не сольются Нави по три раза, то, по идее, Нага должна допушить. Да, здесь немножко пушится уже линия. Хотя милишный барак стоит, деньги основные Наги капают. Идут ранжевики, но их идет меньше. Главное, чтобы милишники были все. Развалилась здесь ЦМ-ка. Кесик Мба у нас погибает. Санейка в это время заходит в спину. Сеткой поймал. Будет ли сон от Санейка. Нет, просто пили Джонни в спину. Ему вообще не надо ничего выдумывать. Пошел сон. Санейка почувствовала, что вокруг него какая-то угроза. Гляньте на игроков Нави. Бенди здесь, хвост здесь. А Санейка как-то... А ребята, ребята, они привыкли. Вы понимаете, Нави привыкли по классической схеме. Умирает Санейка. Все кричат в чат, я не знаю, в TeamSpeak, в чем они там общаются. По телефону. Санейка умирает, Санейка умирает. Паника, паника, паника. И все сидят, типа, ну и умирает Санейка. Окей, он саппорт. Он всегда умирает. И тут какой саппорт? 27 тысяч голда. Он единственная надежда на победу. А, все, все, все. Санейка, жми сон. Он нажал, сон ушел. Правда, я же говорю, тут ощущение, что психология не поменялась. Команда Нави просто развернулась и оставила Санейка в соло ваила. И он такой, ну, сдохну, сдохну, ничего страшного. Потом смотрит на свои артефакты, думает, ёп, них... А, е... А, давайте этот... Давайте я уйду лучше. Действительно, умирать Наги Сайрен ни в коем случае нельзя. 4800 на руках уже есть. Вот здесь Тарасочкой запахло. После Тараски у команды Фнатик будут траблы. Они своей экспой 25 тысяч ничего тут не вывезут. Бога, где они уже начинают вниз спускаться. Уже иллюзии неприятны. Эти иллюзии уже бьют Куху. Куху без маны остается. Вот, три пачки иллюзий пришло. Куху тратит половину маны на них. Появляется Баттерфляй для Наги. Вот такие дела. Баттерфляй, а не Тараска. Ну и скорее всего это финальный закуп, как я понимаю. Актеринкор будет ли продаваться или не будет? Тараска будет ли в приоритете? Непонятно. 200 хп. Вот это, конечно, минус. Маловатых поинтов для Санейка. Возможно, в дальней... Так, пошел у нас замес. Сон, если что, у Наги есть. На хайграунде команда Фнатик. А Нави только Артстайла оставляют. Да, оставили Артстайла. И очень неудачный Сон от Санейка. В итоге Артстайл-то умер. А Сон в никуда. Поэтому позиционно теперь Нави придется подстраиваться без Сонга в Сайрен. Если файт, конечно, будет сейчас. Хотя вот он, Сонга в Сайрен. Через 30 секунд опять он будет. Роха сыпется. Роха сыпется. Но не могут об этом не знать игроки команды Нави. Здесь есть Вижен. Здесь есть Апсер. Здесь есть... Ну, знают они. Они прекрасно знают, где кто. Иллюзии идут на Роху. Зайди, иллюзия. Шарахни Рошана. Забери его себе. Ну и Рошан падает для команды Фнатик. Нави как-то немножко руки подопустили. Странно даже. У них есть офигительный план Б. И он уже реализован, этот план Б. Он уже продолжает давить своих соперников. Да уж. А кстати, тут Баттерфляй у Муши есть тоже. Ну, естественно, Найга не руками сейчас сносит. Линии-то она пушит, понятное дело, что туловищем своим и радианцем конкретно. Ну, Баттерфляй есть у Бладсекера. К тому же есть и БКБ, который против самой Наги очень даже действенен. Но против иллюзий смысла немного от МКБ Бладсекера, потому что там бить-то все равно придется 3-4 эти твари. А они нет-нет, да и запилят тебя благодаря тому же, тому же, тому же, тому же Диффюжал Блейду. Тут не настолько коэффициент полезного действия. МКБ сейчас высок, как если вы в соло против какой-то цели драться с Баттерфляем. Вот иллюзии пошли дальше. Ну, МКБ и МКБ. Иллюзии пошли дальше. Иллюзии сжигают крипов. Иллюзии заходят и начинают пилить Тау. И бьют Тауэра. Сейчас будут бить крипов и пачки падают. И вот еще одна иллюзия пришла. Санейка тут просто молочага. Просто начинает падать в сторона. Пока здесь тусит вся толпа, Санейка стоит спокойно и диверсионную группу отправляет вниз. И еще одна иллюзия пошла от Наги. То есть ощущение, что Нага у нас Террор Блейд вообще. Где он их берет? По одной причем. Еще один рептайд. И пачка крипов здесь рассыпалась. И линия пушится. И Нага спела песню «Кого ловить?» Поймала Муши, чтобы Муши никуда не прилетел. Муши сбили ТПшку. Муши не может в замес сюда ворваться. А ТПшка у него была второго левела. Он как раз к своим ребяткам бежал за Куху. Шарик не долетает в Куху. Куху у нас и выйдет. В итоге у нас дамагу от Фаника. Ну и Санейка. Ой, молочага. Просто заткнул быстренько Муши, чтобы Муши никуда не летел. И файт будет без него. Ну и Нави тем самым сохраняет свою сторону. Как минимум. А Муши упоротый. Прибежал пешком сюда. Что ты съел? Невозможно было. Муши просто принесся. У него 650 скорость бега. Дэнди ловят. Дэнди под Шалу Грейвом. Артстайл здесь. Ульта по всем пошла. Где Санейка? Вот сейчас бы ты попел немножко Санейка. Сон, пошел ли от Наги? Ну давай, 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 давай. Отрезай Кецакаймбу и сваливай. И просто разваливайте его. Санейка ждет. Надо всех ловить. Джонни в таверну. Нет, Джонни не в таверну. Куху точнее. Единственный не в таверну. Джонни в таверну. Хай в таверну. Куху надо ловить. Куху. Дальше за Муши. Муши поймали. Санейка Муша распиливает. Муши съедает сыр. Стал фулловым. Половину хп сбили. Все это под Бладрай. Там будет Куху просто чокнутый хвост на лоу хп. У него уже Eye of the Storm так и не будет, наверное, в этом файте. Маны просто не хватает. Куху будут запиливать. Последний фраг для команды. Нави в этом файте минус 5. Сколько здесь денег и экспы получили Нави? Вы сейчас просто охренеете. Экспириенса 14 с половиной тысяч. 14 с половиной тысяч это очень много. Только умноженное на 5. По голде Нави при учете байбэка от Фаника выиграли 2 800. Ух, и перевернули катку. И теперь 23-22 Нави впереди по голде. Вот так вот, а по экспириенсу сейчас увидите. 25 было и где-то до десятки, наверное, они соскосили. Может, даже меньше. Бладсикер у нас байбэкается. Потому что кто знает, что ждать от этого саппорт Санейка. Офигеть просто. Просто офигеть. Ну, Санейка просто великолепен. Тут правда, это отмена этого... ТП от Бладсикера казалось бы, такая ничтожная мелочь. Просто заткнуть Бладсикера, чтобы он вовремя не прилетел в файт. С другой стороны, эти ничтожные мелочи складываются одна на другую. И команда Фнатик не смогла подняться вовремя на хайграунды. Спилить в сторону и уйти отсюда. А неспиленная сторона означала, что драться им как-то в разнобой надо. Ну и все, это вылилось, по сути, в... Мелочей не бывает, короче говоря, в доте, мне кажется. Из этих мелочей обычно победы и складываются. Это все вылилось в тимвайпы. Это вылилось переворот полнейший. С 10 тысяч, даже с 11, графики падают до 3000. На 58-й минуте с перефармленной нагой 3000 преимущества Фнатиков. Это все перть полнейшая. Ну и здесь по экспириенсу. С 25-ки до 16 Фнатики скатываются. Ну как-то затихла немножко игра. Давайте смотреть артефакты. Я думаю, финальный выпуск модного приговора у нас в этом матче. Падам-пам-пам! Открылся. Медальон в Кураж есть у Фаника. Дизолятор 2.300 на руках. Даггер тоже у него. Как там хвост? Поживает. БКБ есть. Ассалт Керас есть. 4900 на руках. Алтимейт Орп у хвоста есть. В принципе, на Айовскаде уже денег хватает. Надо просто купить, но и на байбэк надо оставлять. Сайт оф Айс есть у Пака. Геос Септер есть. Войд Стоун приобретает Пак. Это что? Это что за покемон? Это Юл, скорее всего, у Пака будет. Или Рефреш Рор, кстати. Вполне может быть. Рефреш Рор для Дэнди. Да, крутая вещь. Крутая. Скорее всего, Рефрешер, я думаю, будет для Дэнди. Нет, Лотос Орп приносит себе Пак. Все, я тут не досмотрел. Лотос Орп у Пака. Фаника мы видели. Хвоста видели. Нагу видели. 9000. Вы такую вообще нагу видели? Ну, это классическая нага, в принципе. 36600. Санейка. Саппорт. Пацан саппортит. Все на варды. Представляете, сколько вардов можно купить? Знаете, деньги. Поймали Муши. Муши в файте выключены. Муши здесь уже не будет. Куху. Начинает наваливать по артстайлу. Нашел себе цель артстайла. У нас уходит в Геосептер. Дальше развал. Тут просто месиво. Какой-то Санейка лоу хп что-то. Санейка, если что, будет байбэк. Санейка старается ворваться назад. Файт Санейка. Опять же на лоу хп. Минус Куху. Санейка раз... Иллюзионировался. И все. Санейка отсюда улетает. Хвост отсюда улетает. Двоих потеряли. Игроки команды Na'Vi забрали при этом троих. По итогам этого файта. 1600 для Na'Vi и 8300 экспириенция. Главное не потерять Нагу. У Наги есть байбэк. Вот они дела. Некрономиконы и личный курьер для Санейка. Личный летающий курьер. Прилетели Некра. Некра проюзан и побежали драться дальше. Съешь муншард. Почему нет Санейка? А у Санейка, кстати, что? 340 голды не хватает до байбэка у Наги. Это даже как-то и не смешно. Ну, про бустилбуцов тревел у нас с Санейкой. Надо срочно накопить деньги на байбэк. 300 голды не хватает. Напомню, как-то резолюшн на Ликане, имея потрясающее преимущество, пошел себе и купил рефрешер орб на собаку, на Ликантропа. Его сразу же слили, потому что у него денег на байбэка не было. И команда Эмпайр заведомо выигранную катку просто слила. Тут Санейка как бы такая злая шутка не была сыграна. Ну, вроде уже все. Нет, 220... Надо... 220 денег. Все, выдохнули. У Наги есть деньги на байбэк. Нави в топе уже выигрывают по золоту. И по экспириенсу Нави пятерку тоже вы... Нет, не пятерку, пятерку проигрывают. 25 проигрывали, теперь закомбечили. Почему не скавать Муншард? Спрашивают. Ну, я тоже этим вопросом задавался, но денег уже нет у Наги на Муншард. Пока не очень важно. Ну, и здесь такое, здесь двойная немножко история. Муншард Наги съесть не очень полезно будет. Это не Тини какой-нибудь. Нага не пилит здесь руками. У Наги нет БКБшки. Нагу тут стараются и кайтить. И Санейка у нас Хиксу неоднократно отправляет. Он руками практически не бьет. Вот, поэтому Муншард тут не очень полезен. Очень классно-то через Рептайд все заваливается. Через те же... Через те же Диффуза, через Иллюзии в многократном количестве. Не, ну классно, конечно. Муншард классный. Классная вещь. Если будет лишние 5000, то, конечно, Нага его приобретет. Потому что девать их, в принципе, это уже некуда. Но, в частности, Диффуза здесь полезнее, чем Муншард. И я думаю, Бутсов Тревел тоже гораздо полезнее, чем Муншард. 33 секунды, кстати. Тревела у Наги теперь кодешится. Ну и Наги осмелели на Роху. Рошан четвертый или даже пятый Рох. Какого ты левеля, Рошан? Где смотреть? Врывается. Куху, вот он. Чокнутый просто. Ульта пошла от Кесикамба. Где Нага? Сон пошел от Санейка. Кесикамба в ПКБ. Все поспать. Все возвращаются. Тамба на хайграунде. Хвост лохэпэшный. Хвоста разбивает Санейка. Сон на Кесикамба. Все улетать. Дэнди ушел отсюда. Роху оставили игроки команды Наги. Потеряли 2000 по голде. 2500 по экспириенсу. Рошана забрали. Ну, надо идти на собственный хайграунд. Потеряли хвоста. Это неприятно. Давайте смотреть байбэки. У хвоста байбэк есть. У Дазла. Какой там байбэк у Артстайла. Денег на еду было бы. Глимер Кейп у Артстайла есть. И Геос Септер. А ну-ка, Нетворс. 4700. Неплохой Нетворс, как для 64-й минуты. Но Артстайла тут просто пинали все. Ну и опять же, это фулл саппорт. Что тут поделать? Хотя вот он саппорт. Тоже саппорт. 40600. Или даже 4941 тысяча. Нафармил Санейка. 41 тысячу за 63 минуты. Это Санейка саппорт. Еще раз повторюсь. 5600 есть по голде на руках. В избытке 300. Пока что не до буншардов. Это хорошо, кстати, что такие артефакты есть. Есть. Тут, конечно, алхимик бы какой-нибудь. Как бы был полезен вместо, например... Вот сейчас просто вместо дазла алхимика. Какого-то. Какой... Который смог бы... Вот... Сделать из Наги чудовище просто. Два дополнительных слота. Таким образом, у Наги было бы один муншард съеденный. А второй аганим, который вставили бы в Нагу. Чтобы она хилила всех. Чтобы Сон был действительно... Она и убийца сама по себе. И супер медсестра. Все было бы очень круто. Ну, я думаю, вы в курсе. Аганим дает 6% хп регена во время сна своим тиммейтам. Фаник лоу хпшный. Под бкб сваливает от муши. Хвост. Через статик линг. 56 насилил. Не так уж и много. Сон от Санейка. Будут файтиться дальше. Кесик Мба поднимает его сразу же. Хватит тут Новый год устраивать. Кесик Мба развалили. Нави теряют Дэнди. Дэнди сразу же байбэк. Муши разваливают. Муши в таверну. А, нет. Муши здесь. Муши с Аэгой. Муши валит. Сетку ловит он. Гладрайт под ноги. Где Санейка? Санейка здесь. Его по хп, конечно, не очень. Но файтиться он готов. Минус 2 уже от команды Нави. Куху у нас в Хекс отправляют. Сайланс по Куху. Куху в таверну. Куху отправляется в таверну. И дальше за Охай. Охай в инвиз. Через Глимер Кейп. Хвост под Шалу Грейбом. Хвоста, скорее всего, допили. Муши дерется с Санейка. Отставил здесь. Где Нага? Нага здесь. Есть Санейка тоже в таверну. 100 секунд его не будет. Байбэк сразу же от Наги. Нага не успевает прилететь сюда. Пешком приходится бежать Санейка. Разор Байбэк. Хвост уже здесь. И команда Фнатик должна отходить. Тут в горячку, конечно, спорол Санейка. Какие варианты вообще были? Притпшиться на Крипа в этой ситуации. Все. Байбэков нет у Хвоста. Нет Байбэка у Санейка. Команде Нави надо идти давить. А стоять здесь, не знаю, по-моему, не вариант. По-моему. Вот бы еще с Актеринкором Байбэк ускорялся. Вообще было бы чудесно. Все. Нага может идти жрать свои муншарды сколько душе угодно. Еще, кстати, даже 25-го левела нет у Санейка. Странно даже. Продолжение следует... так а ну-ка гпм ноги давайте смотреть 708 очень даже не кисло тем более что 66 минут у нас игра идет так если картинка желтеньким обведена значит байбек есть а покажите мне кто у нас вообще с байбеком он даймс байбеком где картинка конкретно обведена желтеньким не очень вижу меня пример ничего нигде не обведено как мне кажется чтобы я на будущее имел ввиду потому что я этой инфы не владел так вы что фнатики по голде 7000 по экспириенсу 4 но это уже в принципе ничего на 67 минуте не значит либо одни либо другие тут уже это полу преимуществ быть не может по одной отправляет иллюзии у нас нага не дает скрипами зайти команде фнатик и это кстати очень полезная штука куху наши вас гвард в никуда кстати мы все забыли про фнатиков я санэйка 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 нага вышла сон есть у санэйка но не могу с него переключиться не получается давайте мужа посмотрим что тут на фармил на мьолнир есть у блатсекера от иллюзии избавляться бетерфляй манки кинг бар где врыв где сон где все это по центру санэйка куху ну можно же было его отрезать лотосорп на дэнди по дэнди пилят сон пошел от наги санэйка бай бай конец сейчас умирать никоим образом нельзя куху будут пытаться ловить куху ловит у нас сайланс и живучий кухой санэйка на лоу хп если он сейчас умирает это конец доты все 120 секунд не будет санэйка хвост напиливает у нас по троим уже минус три делает команда нави да за лоу хпшный дальше за ухайо фаник пилит ухайо бейте его все куху прилетает сюда на хвостах хвост лоу хпшный куху хвоста не отпустит куху просто упоротый здесь никуда он не уйдет уже бедненький хвост за арт стайлом у куху с руки немного но здесь есть оверлод и мана у куху пока что не заканчивается врывается в него фаник хвост на лоу хп за ним джонни хвоста распилили пополам ну и фаника тоже пытается развалить втроем игроки команды фнатик они тоже хренеть как перефар уходит фаник старается по крайней мере уйти еще один дар если фаника не будет это конец дазл один остался и по моему дота окончена жаль конечно очень жаль байбеков принципе здесь ни у кого нет из важных ребят ну и просто падает сторона тут уже есть крип и нет крипов а крипы на мидлейн зашли падает вторая сторона третья сторона тоже сейчас упадет ну и даже и не буду ждать сторону на и надеялись на дураков игроки команды navi что может там сторону пока нам одну разобьют вторую а может сидят и ждут на самом деле ну чуть время есть еще клиф вот есть неужели будут ждать и с мега крипами можно бороться а почему бы и нет давайте ждать я не против давайте арт стайл иди занимайся делами какими-то сделай что-нибудь полезное 20 кир через 20 секунд т4 бьет курьера повели курьера сюда повели курьер кстати с некрономиконами а что курьер делать не кров вызвал курьер и окей и окей все 17 секунд здесь хватит команде на фнаде конечно же чтоб снести базу но это одна из лучших игр которые приходилось за последние 2-3 дня наблюдать по моему это более чем круто вышло и правда великолепно у куху вообще тут выше всяких похвал не он один на самом деле но он конкретно просто порадовал сто процентов куху правда тут вот